приветствую всех на канале рецепты самой настоящей еды и сегодня мы готовим самый настоящий минтай но готовим его не по типичному не будем его там резать на куски обваливать в муке там в яйце обжаривать все это дело нет мы приготовим его поинтереснее так скажем ну и на радость лентяем едокам потому что не надо будет там ковыряться выковыривать кости и кожу и так далее мы берем филе минтая то есть я купила три таких больших рыбины счистила кожу срезала как смогла филе насколько смогла настолько смогла потому что идеальное филе для нас не принципиально сегодня мы его так и так порежем на кусочки в итоге у меня получилось шесть вот таких вот здоровых пластин затем нам нужно будет одна большая луковица но я тоже мелко порежем зелень укроп петрушка замечательное сочетание к рыбке черный перец только и сметанка домашнюю кабинет домашний можете поменять на магазинную если нет магазинные можете даже добавить майонеза там может быть с водичкой вычуться размешать тоже получится классно вот так что мы теперь порежем лук обжарим его потом добавим туда резаный минтай все это тоже поражаем добавим сметанки накроем крючечкой потушим посыпем зеленью и наше шикарное шеплю да будет готово приступаем режем рыбку режем ее я уже сказала не важно как но не на слишком мелкие и не на слишком крупные кусочки ну как то вот так вот вообще было бы идеально и вот так вот мы ее всю сейчас порежем мелко мы ее резать не будем потому что иначе она вся растекется у нас потом на сковороде и будет непонятно каша из чего а нам не нужна каша из чего нам нужна рыба мягкая нежная точная но тем не менее чтобы мы понимали что это у нас рыба так вот мы дальше и режем и так рыбку мы нашу порезали сейчас мы будем резать лук вот лучок наш готов приступаем к зелени все продукты у нас готовы можно переходить плите на раскаленную сковороду мы выливаем масло подсолнечное и добавляем сюда лучок наш все жарим лучок чтобы он стал мягким и золотистым так ну вот наш лучок уже практически подходит к тому что он готов добавляем огонь на максимум и добавляем сюда же рыбку смешаем ну пока наша рыба доготавливается мы ее посолим добавим туда черного перчика начинаем выкладывать сметану сметана я говорю у меня густая но это вообще не важно любая сметана сейчас у нас будет плавиться поглядите какое нежное мяско и запах просто обалденный запах все наша красота готова осталось подать блюдо так приготовила гарнир обычный простой отварной рис сейчас все это выложу залью получившимся соусом и будем пробовать смотрите все таки это очень легко готовится но при этом довольно таки я бы сказала для ментая изысканно получается и самое главное что не стыдно подать даже гостям как я уже говорила не надо будет ни в чем ковыряться сейчас вот поливаю соусом рис вот сверху еще смотрите такие красивые кусочки все вот так вот и надо его пробовать я лично попробую вкусно нежное получилось мясо мы его не передержали мы его не ужарили она сохранила свой сок свою сочность свою я сочность то есть мы не дали никуда соку деться при этом еще дополнили сметанкой зеленью перчиком лучком в общем получилось ребята то что надо а знаете почему так много оговорок сегодня потому что некогда говорить кушать надо кушать надо вкусно кушать надо сытно кушать надо полезно кушать надо с удовольствием подписывайтесь на мой канал здесь все это есть всем пока пока